У этих людей разная судьба. Возможно, они ни разу не пересекались, но их объединяет прошлое. Все эти люди родом из СССР. Именно поэтому День Октябрьской революции для них не просто праздник. Мы все с вами родом из СССР. И сегодня очень символично, что накануне 7 ноября мы здесь проводим вот эту красивую торжественную встречу. Встреча была инициирована районной организацией Белорусского общественного объединения ветеранов. Идею с удовольствием поддержали районные власти и Совет депутатов. И, как отметил в начале своего выступления Евгений Адаменко, основа жизни района сегодня была заложена именно в Советском Союзе. Те социально-экономическое развитие объекта строителями социальной сферы промышленности, сельскохозяйства – это ваша заслуга. В те годы введены в эксплуатацию такие крупные промышленные гиганты в нашем городе и районе. Это нефтеперерабатывающий завод, мозыр, соль, авторемонтный завод, деревообрабатывающий комбинат. Евгений Бониславович рассказал гостям о ходе дел в промышленности, сельском хозяйстве. На полях работает новая техника, минимизированы ручные труды в животноводстве. Сельчане имеют возможность получать достойную заработную плату. Если брать сельскохозяйство, та основа, которая была заложена ранее, дает свои результаты. Сегодня у нас 7 сельскохозяйственных предприятий и средняя заработная плата в среднем по району и у промышленности, и в сельском хозяйстве, если брать, почти одинаково. Кто хочет работать в сельском хозяйстве, сегодня может заработать. Не надо ездить и в Российскую Федерацию, и другие республики бывшего Советского Союза. Кратко прошелся председатель по прогнозным показателям. Товарооборот, экспорт, инвестиции, ввод жилья. Самое главное сегодня улучшение благосостояния трудовых коллективов, людей, которые проживают на территории нашего района. В целом встреча прошла в дружественной обстановке. Об итогах деятельности ветеранской организации рассказал ее руководитель Александр Бобр. Своими мыслями, мнениями и идеями поделились и гости. В частности, на главную трибуну поднимались Татьяна Петровна Завалей, ветеран труда швейной фабрики «Надекс», Владимир Иосифович Харамецкий, ветеран труда машиностроительного завода, Николай Петрович Толецкий, бывший заведующий отделом образования и многие другие. Все они награждены орденом «Знак почета». Сегодня эти люди не прекращают приносить пользу государству, которое пусть и по-другому называется. Обмен мнениями, просто позитивное общение и положительные эмоции. Ветеранов труда в районе знают в лицо и их ценят. А музыкальным подарком для всех стало выступление творческих коллективов Коротского дворца культуры.